Истра один из самых динамично развивающихся муниципалитетов Московской области. По многим показателям он входит в десятку лучших в Подмосковье. Официальный символ, должностной знак главы городского округа Истра Московской области. Совет депутатов городского округа Истра Московской области решил избрать на должность главы городского округа Истра Московской области Вихарева Андрея Геннадьевича сроком на 5 лет. Мы депутаты всегда рады работать в паре, поддерживать все его начинания. Я думаю, если мы будем работать с обща и вместе с нашими жителями, у нас все получится. Какие-то есть очень мелкие локальные вопросы, до которых уже глаз замыливался, или не доходили уже руки, или, честно говоря, даже надо опускались руки. И у нас были такие, например, мусорные площадки всегда переполнены, или еще что-то. И они, правда, уже на пересчет были, какие самые проблемные. И в этих местах, в том числе и сейчас, мы ведем идеальный порядок с точки зрения мусора. Это, я считаю, тоже уже очевидное совершенно достижение. Уверен, что жители всегда от любых перемен будут оказываться в выигрыше, потому что каждая новая идея, каждая новая мысль, она все равно направлена на благополучие жители. Я, Вихарев Андрей Геннадьевич, вступая в должность главы городского округа Истра Московской области, торжественно обещаю соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, законы Московской области, устав и нормативные правовые акты муниципального образования городского округа Истра. Добросовестно исполнять полномочия главы округа, уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина. Даю слово чести, что нет для меня дела важнее и почетнее, чем служение интересам жителей городского округа Истра. Присяга заверяется подписью главы городского округа Истра. В соответствии с Конституцией Российской Федерации и уставом городского округа Истра, Андрей Геннадьевич Вихарев вступил в должность главы городского округа Истра. Я знаю этого человека, я знаю, что он очень целеустремленный, что он хозяин слова, что очень для чиновника и для руководителя очень важно, что он умеет добиваться поставленной цели, и это уже здорово. Я считаю, что нам повезло, когда у человека есть стремление, есть желание, и потом у меня ощущение, что этот человек любит людей. Потому что получается только у тех, кто любит людей. Потому что я вообще считаю, что если чиновник не любит людей, то ему делать нечего быть на таких должностях. АПЛОДИСМЕНТЫ